Главное условие проведения – достаточно просторное помещение, чтобы участников можно было рассадить на дистанции полтора метра. При входе в здание у каждого измерят температуру, продезинфицируют руки и дадут одноразовую маску. В 12-й гимназии писать диктант будут 20 человек. Их разобьют на две группы и посадят в разных классах по 10 человек. Если людей будет больше запланированного, участников примет школьный музей, в нем тоже достаточно места. Сегодня мы проверяем готовность площадки к проведению, насколько обеспечены индивидуальными средствами защиты будут здесь. Все мы должны знать, чтобы потом не метаться и не искать, где эти маски, где эти дистанции, ручки, листы и прочее. Всего в России 3 сентября диктант Победы будут писать на 9,5 тысячах площадок, 60 из которых в нашем регионе. Впервые в нашей области в акции примут участие силовики, армейские офицеры, представители МВД, Росгвардии и МЧС. Тем, кто придет на диктант, предстоит ответить на 25 вопросов, 20 из которых будут всероссийскими. Еще 5 подготовит Центральный федеральный округ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова